Здравствуйте! Это программа «Фактор здравого смысла». Я и автор, и ведущий журналист Игорь Альтер. Именно «Здравый смысл» сегодня настоятельно требует того, чтобы «Бразды правления» именно сегодняшней передачи взял в свои руки руководитель Иркутского отделения Союза журналистов Иркутской области по России Александр Владимирович Гиммельштейн, редактор и издатель газеты «Восточно-сибирская правда», лауреат многих наград, все перечислять не хватит времени на передачу. Спасибо. Добрый день, Игорь Григорьевич. Добрый день, уважаемые телезрители. Это не совсем захват стола главного вашего рабочего, а скорее ваша снисходительность, что вы меня привлекаете для вот этой задачи. А задача, в общем, проста. Действительно, я хочу в значительной степени, как интервьюер, поговорить с выдающимся иркутским, и не только иркутским, сибирским, российским журналистом Игорем Альтером о журналистике, о современной журналистике смыслов, о медиа. И для этого есть повод, потому что только что мы вместе, я как зритель, а Игорь Григорьевич как один из главнейших акторов этого процесса, вернулись с очень серьезной церемонией в Москве. Это была национальная церемония Золотой Перу России, где были присвоены высшие награды нашего журналистского сообщества. И вот в уровне высшей над высшим, да и высшей наградой награжден впервые в Восточной Сибири, я в этом уверен. По моим ощущениям, на самом деле, и во всей Сибири, но я не проверял, честно скажу, но за Восточную Сибирь изучаюсь. Игорь Григорьевич Альтер назван на этой церемонии легендой российской журналистики, и этому вот свидетельству вот это красивейшее перо, которое вот стоит у нас на столе. Игорь Григорьевич, попозируйте с вот этой вот наградой. Ага, ну поскольку с этой наградой я уже позировал, и сейчас, по-моему, очень важно сказать вот какую вещь. Я посмотрел в словаре толкового русского языка, что означает легенда слова. Легенда там два-три варианта есть, но мне понравился один. Легенда это еще и вымысел. Вот я никогда не буду забывать о том, что легенда, помимо всех прочих вещей, это еще и вымысел. Вот это вот мое первостатейное отношение к легенде. А вообще, говоря честно, очень приятно, ну что тут кривить душой. И приятно то, что вот в номинации легенда награду получило шесть человек, пять москвичей, одна дама из Питера за кафедрой Ленинградского госуниверситета. Ну и вот я шестой человек, и вот в регионах больше наград нет. Они есть в двух столицах, Белокаменной и Северной столицы, и у нас в Иркутске. И в нашей, да, Сибирской Пальмире. Это действительно очень важно, приятно, но при этом, ну, не в плане комплементарности, но будем объективны. Да, пример такого, такой трудоспособности на протяжении многих десятков лет, это, в общем, и не распространенная история. Поэтому вы такая легенда не без мифа, конечно, но все-таки легенда. Мы на самом деле в последние годы, как-то это уже сложилось, и в журналистском кругу. Я, кстати, без особого пафоса и восторга отношусь к Владимиру Владимировичу Познеру как к человеку, но без всякого сомнения, он колосс профессиональный, и он тоже на протяжении, там, шестидесятилетий работает в профессии. И когда говорят, что альтер наш Иркутский Познер, ну, я бы сказал так, в этическом смысле даже лучше, на мой взгляд. Так, ну, тут, я считаю, вы во всех случаях переборщили, но это, сейчас у нас свобода, так что, свобода, вы так считаете, я считаю так. Я считаю, что у меня до Познера так же, как отсюда до Москвы. Ну, а вот что касается долголетия, вы знаете, вот болячки нуждаются в лечении. Вот лучшее лечение болячек – это продолжение трудовой биографии, как принято было говорить. Потому что самая лучшая таблетка от врача и от болезней, и вообще от диагноза какого-то бы ни было, это все-таки работа. И поскольку возможность есть, я сегодня, ну, официально на трех работах, на одной штате, на двух контрактах, я этого не боюсь сказать, налоги плачу исправно. Поэтому я вам хочу сказать, что работа для возраста – это продление жизни. Вот есть банальная фраза «движение жизни»? Работа – это продление жизни. Вообще, я сейчас нарушу очень важный принцип – настоящее телевизионное интервью. Настоящее телевизионное интервью должно человека, так сказать, скрывать. Вопросы должны быть ему дискомфорты. Но, может, мне еще удастся, пока, пока на вот этом этапе, я еще пока не готов к дискомфортным вопросам. Ну, как разговарившимся, в общем-то. Я хочу, извините, комплиментарную подачу дать. Мои студенты, выпускники, бакалавры журналистики, вышедшие из нашей с вами альбоматор Иркутского государственного университета, которые работают сейчас с вами, им до неприличия комфортно с вами работать и общаться. Хотя, казалось бы, с учетом разницы вы так несколько поколений, да, вот вы должны быть достаточно занудны, безусловно, высокомерны, да, и, в общем, снисходить до вот этой самой молодежи. Я абсолютно точно знаю, что это не так. Это какой-то элемент борьбы с собой все-таки, потому что хочется иногда так у метро-то сыграть. Вы понимаете, в чем дело? Метро сыграть не хочется, потому как метром сейчас считают многие ваши студенты себя. Вот, это вариант Христоковщины. Христоковщина, она ведь распространена, ей так же, как и любви, все возрасты покорны. Вот, высокомерности нет, потому как это глупое качество. Вот, полунормальный человек понимает, что куда это, никуда не приведет. Что касается занудности, от природы не занудный человек, просто не занудный. Вот, и возраст научил одной. Вот, не быть, знаете, когда исполняется уже где-то хотя бы 70, то очень важно понять в разговорах по телефону, в личном общении, нельзя надоедать собственным присутствием. Вот, надо очень чувствовать в дистанционном общении, когда ты уже чуть-чуть становишься назойлив. Вот, этим я овладел. Это не так просто овладеть это. Вот, этим качеством я советую овладеть всем. Тогда старость будет в радость. А когда человек вытягивает вектор общения исключительно на себя, и не контролирует его прежде всего по времени, тогда он обладает все эти качества, не самые яркие, о которых вы упомянули. Я забыл, кто это, по-моему, Николай Гумилев, но голову на течение дам. Но, по-моему, кто-то из Серебряного века сказал кому-то, что если ты услышишь, что я вдруг начал пасти народы, пристрели меня. Очень классная фраза. Поскольку, ну, вообще, профессия пастуха, она как-то сейчас не особо культивируется. Поэтому, вот, мне это точно не грозит. Да. Игорь Григорьевич, ну, вот, я не буду задавать вопросы, сегодняшняя журналистика, разница вот с той журналистикой. Да, понятно. В общем, мы знаем эту разницу, но ведь мы знаем и то, что какие-то вещи, вот, корневые, ничего не изменилось, да. Журналистика по-прежнему, если это журналистика, да, она, ну, на мой взгляд, о двух вещах. Она о созидательном изменении мира и улучшении его. Ну, а в этом улучшении есть и борьба с тем, что его ухудшает, да. И она о хорошей рассказанной истории, да. То есть, вот, то, что мы делаем социально, и то, что мы делаем гуманитарно. Пожалуй, вот, и это вся журналистика. Может быть, у вас какое-то и другое. Вот, глядя на журналистику с позиции 61-летнего стажа, у меня уже 61 год стажа, я вам хочу сказать, что вот когда-то самыми лучшими критиками моих материалов были машинистские редакции «Советская молодежь». Вот они сегодня какую-то чужую писал. В том, раз в год скажут, сегодня нормальный материал написал. Это было намного реже. Я хочу сказать, Александр Владимирович, что с годами я понял одну вещь. Журналистика должна вызывать после прочитанного материала у любой читательской аудитории, вот это я хочу подчеркнуть, у любой, ощущение того, что ты прочел правду, что ты прочел текст, и что и в жизни так это есть. Ну, не всегда сегодняшняя аудитория, читая не всю прессу, слушая не все передачи радиотелевизионные, не всегда материалы, средства массовой информации вызывают именно такое ощущение. Врать не буду. У нас интересное... Это я не верю, что это навсегда. Это какое-то следствие, ну, вот, то есть специфической политико-социальной ситуации в России. Но у нас возник новый культ анонимности, да? В принципе, право на псевдоним всегда было у журналиста. Но журналистское имя, оно не может формироваться из анонимных материалов. Это может быть даже и псевдоним, но это псевдоним, который становится именем, да? Конечно. И когда у нас сейчас вот культ анонимных телеграм-каналов, причем это индустрия, эти сетки создаются прям руками, да, как правило, исключительно в политико-административных целях. И было очень забавно, я сегодня утром смотрел, как якобы не связанные друг с другом там пять или шесть иркутских телеграм-каналов постят в одну минуту, то есть это просто алгоритм, да, в одну минуту одну и ту же новость. Вот, конечно, это случайностью быть не может. Вот эта неготовность отвечать за себя, за свои слова, вот эта проблема связана с тем, что у нас кого к столу не поставь, тот журналист, да? Я имею в виду все-таки отвечать, что называется за базар, отвечать за свои слова. А что делать с вот этим вот культом анонимности? Ну, это же все продолжение одного и того же разговора, старого разговора, в общем-то, опять же, с одышкой это разговор, о том, что у нас нет ответственных за безответственность. Вы понимаете, что социальные сети породили, как и плюсы, но в СМИ появилось очень много минусов. Вот эта вот анонимщина и так далее. Есть два минуса, которые породило последнее время. Коммерциализация рубля, его величество рубль, одел на себя намного больше одежек, чем ему положено. Это первое. А вторая ситуация, вот то, о чем вы говорите. Вот понимаете, в телеграм-канал, вообще в соцсетях, можно размазать кого угодно и как угодно. В газете это сделать сложнее. В газете легко достать автора, за какой бы фамилией он ни скрылся. Это документ, и если дело доходит до разборки в определенных инстанциях, там фамилия появляется на свет. Но, в принципе, вот эти две вещи, о которых мы говорим, я не знаю, какая больше, какая меньше, дело не в этом. Ну, вот это вот социальные сети, возможность размазать любого человека. И коммерциализация, которая позволила вообще для газеты, именно вот для средств массовой информации. Приходит человек и заказывает себе любимому в газете памятник. И газета, я никого не осуждаю, вынуждена это печатать, потому что у многих региональных, я это подчеркиваю, средств массовой информации, не так уж хорошо с собственным кошельком, который содержит газеты, телевидение и так далее. Имею в виду частные региональные средства массовой информации. Вот все-таки, ну, странно не обратиться к юности, к студенчеству, к вот тому самому Иркутску из волшебных времен, да? Все равно, я же понимаю, вспоминается вот это вот студенчество, университет, что, знаете, не хочется говорить пафосно, что отформировало там тогда, но все-таки, что создавало вот эту вот личность, что влияло серьезно. Вот просто ведь самое важное, я тоже не буду кривить душой, самое главное состояться в профессии. Вот это самое главное. А чтобы состояться, нужно, чтобы вначале тоже сошли звезды. Мне очень повезло. Я попал в хорошую газету, я попал в советскую молодежь. Это, ну, вы знаете по истории, это была хорошая очень газета. Вот, на хорошем, ну, тогда еще называлось, советском уровне, выше областного масштаба. Более того, там работали, ведь практически, Александр Владимирович, почти вся иркутская писательская стенка 70-х, 60-х, о которой очень много говорили и писали, она ведь вышла из молодежки. Ну, что говорить, два человека с мировым именем, вампилов, распутин, а дальше Женя Сугоров, Али Гурулев, Сережа Йов. Я могу продолжить это бесконечно. Вот ту газету, в которую я попал, это была прекрасная школа для, ну, как вам сказать, для владения. Вот мы молодые, щелкоперы, еще не знали вообще, что делать со вторучкой. И вот, когда начали читать материалы вот этих ребят, ведь самое главное не книжки читать, самая главная среда, в которую ты попадаешь, и продукция, в которую ты в себя впитываешь. Вот, мне очень повезло, потому что писали Женя Сугоров, повторяюсь, Сережа Йов, Али Гурулев. Ну, я уже не говорю о Валентине Григорьевиче и Александре Валентиновиче. И вот в этой среде я варился. А чуть позже в газету пришли мои замечательные близкие друзья. Арнольд Харитонов, Борис Ротенфельд, Лариса Ланкина. Журналисты высшей пробы. И вот эти вот годы, вот этот вот период замеса или закваски, вот я попал на очень хорошую кухню. Вот это, мне кажется, помогло. А потом еще помогают передряги. В жизни, вы знаете, у меня было очень много передряг. Вот, и чем сложнее передряги, тем больше какое-то ощущение того, что надо выстоять. В наше время выстоять – это уметь и грамотно работать. Вот, в том числе, круг молодежки, шире круга молодежки, потому что были тогда молодые будущие мэтры артистического цеха художники. Да, совершенно верно. Я к чему хочу сказать, что вот как-то очень странно повзрослели, что ли, сегодняшняя молодежь. То есть нет вот этого беззлобного хулиганства, которое вот тогда, это прям было стилем жизни. Понятно, что это, может быть, сейчас пьют меньше, конечно, хотя я в этом полностью не уверен. Да нет, мы во всем последовательны, мы во всем последовательны. Нет, вы тут не заблуждайтесь. Мы во всем последовательны, но, понимаете, все есть. И молодежь, сегодня молодежь очень способная, по моим воззрениям, она несколько иная. Вот та молодежь и сегодняшняя, мне, с моей точки зрения, самая главная черта, которая ее отличает, нынешняя молодежь необычайно прагматична. Вот. Мы не были тогда такими. Но и технологично. Вот. Это вот отличает нынешнюю молодежь. А во всем остальном, ну, времена другие. Вот времена же не выбирают, в них живут, и все, что далее. И дальше торопиться не стать, правда. Да. Насчет прагматичности, кстати, сегодняшней молодежи, это, с одной стороны, безусловно, и с этим невозможно спорить, с другой стороны, наверное, как и тогда, есть довольно много людей, этих самых ребятишек, которые как раз антипрагматичность, как бы, это выбор осознанный. Ну да. Вот. То есть, вот, их таких много. И, кстати, все-таки в творческих профессиях, а журналистика, и равно творческая профессия, да, они остаются. Ну, кстати, вообще о творчестве, да. Вот два полиса. Два полиса. Полис пропаганды и полис политического активизма. И журналиста, который в любом случае имеет понимание и тягу к той или иной деятельности, это, кстати, любопытно, что и у пропаганды всегда находятся не только люди, которые прагматично это создают, но и те, которые хотят там работать. Вот. Мы их видим много. Другая сторона понятная, это сторона политического оптимизма, активизма, как правило, оппозиционного, но ведь и то, и то не журналистика. Это важный момент. Вот как вот выбрать вот этот, вот это фарватер называется то, что вот посередине, да? Ну да. Вот этот фарватер, в котором сохраняется профессия. Что посоветовать? Мы все как бы что-то им советуем. И в чем ценность именно нахождения вот здесь? Вот что я хотел бы, чтобы вы поразмышляли. Вот знаете, самое сложное в жизни не только... Да, начнем вот с творческой профессии. Я очень не люблю слово творчество. У нас им злоупотребляют. Оно стало как заигранная пластинка. Я считаю, что человек, который выплавляет сталь, если у него сталь выходит потрясающего качества, то это ничем не меньше, чем творчество в журналистике, если это выходит такой материал, как в свое время писал и Анатолий Абрамович Аграновский. Творчество есть в любой профессии. Вот. Но творчество слово заигранное. Я считаю, что журналистика, с моей точки зрения, это первоклассное ремесло. Вот есть же народные промыслы. Вот когда мы с вами попадаем на ярмарку народных промыслов, там есть такие вещи, которые не обращают на себя внимания. И это есть на любой выставке. В картинной галерее и так далее. А есть вещи, у которых даже вот я, например, невежественный человек, не знаю там картины и так далее. Приходишь, вот, ошарашен чем-то. Вот это вот и есть высшее, а назовите как угодно, это отвечает всему. И прекрасно сделанная ремесленная вещь, и потрясающее творчество, и так далее. Важно угадать. А что угадать? Что сложно? Вот есть две параллельных линии. Вот это правый уклон партии, вот это левый уклон, а вот генеральная линия партии. И как говорил дядя Джо, оба хуже. Да. И поэтому вот очень сложно встроиться в золотую середину. Встраивание в золотую середину – это прежде всего свой собственный опыт. Другого нету. Из другого человека, вот можно смотреть на другого замечательного профессионала в любом варианте, но это не значит, что ты сумеешь его перенять. Это прежде всего свой собственный опыт. Если ты успел состояться, вот ты пойдешь точно посередине. Ты не будешь вот так ходить. Вот это вот важно обрести. Удается, не удается. Мне кажется, профессия журналистики, она же в чем-то очень во многом сродни профессии доктора. Потому что журналист, он же тоже устанавливает диагноз. Диагноз температуры кипения в обществе. Диагноз состояния чего-то, кого-то и так далее. Вот это тоже очень сложно. В России мало классных диагностиков. Мало. 33% диагнозов ставится неверно. Иногда и больше. Также мало и классных журналистов. Мы с вами тексты смотрим, какие сейчас появляются и так далее. Хочется процитировать. Хотя я не могу сказать, что я скорее сказал бы, что я согласен с вами больше, чем с Александром Ивановичем Герксеном. Но красиво он сказал, мы не врачи, мы боль. Вы понимаете, в чем дело. Так он потому и сказал красиво, что я же не Герксен. Игорь Григорьевич, ну вот уже эта легенда движется в легенду. Понятно, что вас поздравляют все эти дни. Ну из необычного что-то из поздравлений. Можете не обязательно с фамилиями процитировать? Не, почему хочу с фамилией. Долгое время здесь на Аисте работал первым заместителем генерального директора Сережа Филипчук. Да, мы его знаем все хорошо. Да, и я с ним продолжаю дружить. И вдруг вот... Он не в Иркутске. Он в Москве живет. И вот вдруг вчера у меня щелкает телефон. И из моря вылезает, стоя в море, такой полуголый Серега. И поздравляет, и говорит, старик, я там то-то, то-то, то-то. Я ему тоже говорю, Серега, пусть у тебя жизнь так же бурлит, вот как это море. И тогда все будет хорошо. Поздравили много. Я вам хочу сказать, коли мы начали, и сейчас уже скоро закончится программа. Я хочу поблагодарить очень многих близких мне людей, очень многих друзей. Я хочу специально поблагодарить министра культуры Иркутской области Олеся Николаевна Полунина, которая написала приятный текст Людмилу Анатольевну Герду, директора Иркутского областного дома народного творчества. Поздравила меня очень много людей. Но особая благодарность... Вот как-то бы меня не уличили, сейчас вы поймете в чем. Особая благодарность у меня к Иркутскому областному союзу журналистов России, Иркутскому отделению, председателем которого вы являетесь. Я объясню, почему. Это не лезть. Просто я глубоко убежден, что очень много добрых начинаний. Все важно, чтобы заметили. Вот мы с вами знаем, мы взрослые люди, я уже прожил жизнь, вы еще по дороге на базар. Да, уже с яморки несколько. Нет, это я уже с базара. Но мы же с вами понимаем, что очень много... У каждой многих идей есть свое кладбище. У многих многое незамечено хорошего в этой жизни. Вот то, что заметили, это очень радует. Это придает каких-то сил, вселяет уверенность. Значит, жив курилка, значит, еще как-то сухой порох в пороховницах. И вообще еще можно небо покоптить. Игорь Григорьевич, я считал... У меня единственная заготовка была к сегодняшней встрече. Зная, что, скорее всего, вы сами постесняетесь об этом заговорить. А я об этом скажу и заставлю вас все-таки высказаться. В вашей работоспособности, в блестящей форме. Есть еще один создатель поддержания вот этой формы. Это ваша супруга. Ну, вы понимаете, я о супруге бы сказал. Это тоже моя единственная заготовка. Постольку-поскольку это не совсем, наверное, удобно. Но я нарушу все каноны. И хочу сказать, Ирочка, дорогая моя, мне очень приятно, что 24 с лишним года тому назад я тебя встретил. Я хочу тебе сказать, мое солнышко, что если бы я тебя не встретил, я бы сейчас не сидел за этим столом с Александром Владимировичем. И за это тебе огромное-огромное спасибо. Я тебя очень люблю. Остается только присоединиться к поздравлениям, присоединиться к благодарности, которая сейчас была высказана. И, Игорь Григорьевич, ну, до следующего награждения все-таки какое-то время давайте мы будем встречаться по делам, да, по работе. Хотя я полагаю, что имеет смыслы, серьезные смыслы такой разговор, потому что это не прибивание почетной грамоты к стене, да. Это все-таки диалог о вашем. Конечно, и самое главное, меня радует, что это еще и не отпевание. Однозначно, однозначно. Спасибо большое еще раз, Александр Владимирович. Очень вас благодарю, благодарю вот за эту награду. Вы ее соавтор. Это не столько я, да, сколько сообщество, но как часть сообщества, да. Еще раз поздравляю вас. И спасибо за эту встречу. Всего вам доброго. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»